Именно такие вот виниловые пластинки были запрещены в Советском Союзе, а за постеры с изображением легендарной четверки можно было вылететь из партии. В ЕСССР битлам был закрыт, но их песни просочились даже сквозь железный занавес. The Beatles слушали по ночам, писали на рентгеновскую пленку и бобинные магнитофоны. Тайком контрабанды привозили в СССР все, что было связано с битлами. Если верить книге рекордов Гиннеса, на песне Естуды было сделано самое большое количество кавер-версий за всю историю звукозаписи. Ливерпульская четверка любили мир таким, как он есть, и не запрещали миру любить себя. На живых концертах битлов стоял такой шум и гам, что музыканты порой не слышали даже самих себя. Нынешние поклонники это люди разного возраста, разного вероисповедания и образа жизни, но всех их объединяет одно – любовь к легендарной музыке. Покупая пластинку 60-х годов, мы прикасаемся к истории, имеем тот самый носитель, как раньше, когда еще записывали на кассеты, у меня записано с пленки, у меня с винила записано, качество еще выше. А тут владелец винила, он обладает первой копией. Они не были первооткрывателями музыки, рок-музыки. Изначально это бы не была рок-музыка, а был Big Beat, Rock'n'Roll. Но после них, может быть, если бы не было Beatles, не было бы ничего. Не было бы этот магазинчик, где мы сейчас с вами стоим. И не было бы тех коллективов музыкальных, которых любим мы все. Там Pink Floyd, Deep Purple, Lord Zeppelin, Rolling Stones. Потому что это всегда свежий воздух. Сколько бы течений музыкальных не было в мире за эти годы, а Beatles всегда шли авангардом впереди всех. Песни Beatles до сих пор дают возможность подзаработать современным музыкантам. Всемирно известные хиты просят сыграть как в ресторанах, так и на улице. Для меня Beatles – это сэр Пол. Сэр Пол, потому что он тоже басист, правда, у нас с другой руки. Ну, я почерпнул в их музыке, на самом деле, в лирике очень многое для себя. И именно некоторые их решения технические в плане игры. Так что это достойный пример, чтобы ориентироваться, скажу вам так. Последователей Beatles было предостаточно, но пока никто не подвинул их на поп-музыкальном олимпе. Ни один из составленных списков песен всех времен и народов не обходится без композиции Beatles до сих пор. А свиниловых носителей их музыка перекочевала в интернет, плееры и телефоны нового поколения. Надежда Арсеньева, Александр Бугаков, Панорама.